Доброе утро, коллеги! Доброе утро, уважаемые телезрители! Я с удовольствием представляю вам своего первого гостя. У меня в гостях Татьяна Мирошник, сценарист, режиссер, продюсер. И вот как раз в рамках фестиваля ТЮЗа «Язык мира» Татьяна прошла вчера встреча и состоится еще и сегодня на тему «Современное отечественное кино для детей». Вот как раз это мы сегодня и обсудим. Татьяна, доброе утро! Доброе утро! Ну, для начала, как прошла вчера, соответственно, первая встреча. Сегодня, я так понимаю, продолжение и даже будет что-то много интересного. Вчера пришло много людей. Мы поговорили о детском кино, о том, какое кино сегодня смотрят дети, какие темы интересны, какое кино вышло за последние годы в российском кинематографе. Ну и, соответственно, посмотрели вторую часть трилогии «Частная пионерская 2», посмотрели фильм о фильме, о том, как снимался этот фильм, то, что оказалось за кадром и то, что люди не видят. Это было очень интересно. И, соответственно, потом обсудили всё, то, что увидели. Ну, насколько, вот это сейчас актуально, насколько, может быть, есть такая вот история, что фильмы для детей, они сейчас снимаются? Вот очень часто. Прямо конкретно для детей, то есть. Этот вопрос часто задаётся, а есть ли детское кино? Причём удивительно всегда, что редко задаётся вопрос, есть ли детские книги, есть ли детский театр. Это как бы является априори верным. Да, есть детские книги, есть детский театр. А когда вот становится вопрос про кино, всегда есть некое сомнение. А есть ли детское кино вообще? Есть, оно есть. И каждый год выходит несколько детских фильмов, просто их выходит очень мало. И они редко выходят в прокат, потому что детское кино для прокатчика инвестиционно непривлекательно. Ну, то есть как бы оно не может принести ту прибыль, которую хотелось бы видеть прокатчику, поэтому он берёт детское кино в граничный прокат, показывает утром в периферийных кинотеатрах. Поэтому создаётся такое ощущение, что детского кино нет. Его не показывают на телеканалах, или показывают крайне редко, только на специализированных детских каналах. В результате у нас создаётся такое ощущение, что детского кино нет. Оно есть, на самом деле выходит, и можно его увидеть на фестивалях. И очень хорошо, что такой фестиваль проходит, потому что на нём можно увидеть хорошие, новые российские детские фильмы. Ну, вот если брать два фильма, о которых как раз сценарий именно ваш, «Частно-пионерская» и «Частно-пионерская 2», то этот фильм, я так понимаю, всё равно там переплетение, много всего, и дружба, и любовь, и преданность, может быть, верность. То есть какое должно быть детское кино? Что оно должно нести в себе? Понятно, что детское кино ориентировано на детскую аудиторию. Это мы сразу должны понимать. Поэтому оно должно говорить с детьми на их языке, что, в первую, очень важно, и очень хорошо, что фестиваль называется, да, такой «Язык мира». Мы разговариваем с детьми на их языке, с учётом их мышления, с учётом их восприятия информации. И поэтому детское кино, как никакое другое, взрослое, оно должно нести некую телеграмму зрителю, некий смысл. В любом случае оно должно быть и познавательное, и воспитательное, и обучающее. Но это не должно быть назидательным и в таком прямом смысле. То есть это всё-таки не документальное кино и не телепередача. Это фильм, он должен быть развлекательный, но под оболочкой развлекательности всё-таки должен быть какой-то смысл, иначе дети всё это очень хорошо считывают. И если это будет просто комедия, которая повеселилась, это будет одноразовое кино. Если мы будем вкладывать в каждый фильм смысл, вот как мы вложили в «Частное пионерское», потому что это трилогия, в общем, «Частное пионерское» на самом деле это трилогия. Детство, отрочество, юность. Ещё будет продолжение. Да. Первая часть снималась в 2014, вышла в 2014 году, вторая часть вышла в прошлом году. И третью часть мы буквально закончили снимать вот в начале сентября, она снималась в Москве. Это история троих друзей, вернее, даже четверых детей и собака. И история, значит, это уникально, в принципе, для российского кинематографа проект, потому что актёры вместе со своими персонажами растут из года в год. То есть если в первом фильме им 12 лет, то во втором 14, и сейчас мы сняли фильм, в котором им 16 лет. Это интересно, потому что можно увидеть, посмотреть, всегда интересно продолжение, а что было дальше, да. И вот как раз в нашей трилогии можно увидеть, какими они были юными, наивными в шестом классе, как они позрослели, как у них поменялись проблемы в восьмом классе. И что с ними стало, когда они стали совсем уже 16-летними подростками, выходящими в свет, поступающими в институт. То есть это уже совершенно другая история. Это история любви, о дружбе, о взаимоотношениях с родителями, о том, какие взаимоотношения происходят между детьми. И это всё, соответственно, меняется в зависимости от возраста детей. Ну, то есть в любом случае должна быть всегда определённая проблематика, но эта проблематика должна быть из реальной жизни, получается. Конечно, конечно. Для детей. Ну и мне кажется, что дети, это направленное, если кино на них, то это может быть, наверное, самая требовательная аудитория, которую не обманешь, в принципе. Насколько сложно это всё-таки именно для детей сделать, чтобы была отдача? Для детей работать сложнее даже, чем для взрослых. Другой вопрос, что у нас вот на сегодня сложилась такая ситуация, что ни один вуз не выпускает ни сценаристов детских, ни режиссёров детских. То есть те, кто приходят в детское кино, это энтузиасты и фанаты. Поэтому многие говорят, что сегодня детское кино – это удел энтузиастов. То есть людей, которые готовы отдать себя, готовы погружаться в эту детскую тему. Вот Александр Карпиловский, который снимал частное пионерское, режиссёр частного пионерского, он фантастически работает с детьми, он умеет находить с ними общий язык, он умеет их убеждать, он умеет находить такие моменты, когда ты смотришь кино и не веришь, что дети играют. Они живут в картине, они проживают эту жизнь. Проживают каждую историю. Да, и от этого вызывает сопереживание. Детское кино должно вызывать сопереживание больше, даже, чем взрослое. Спасибо большое, Татьяна. Напоминаю, что сегодня, ещё 22 сентября, можно попасть ещё. Это, по-моему, в кинотеатре «Мечта» состоится встреча и тема беседы «Современное отечественное кино для детей». Спасибо вам большое, что пришли к нам от кофейни Кекс и Криндель. Вам сладкий презент. Спасибо. Спасибо большое, студия. Ну, а у меня на этом пока всё. Я передаю вам слова.